здравствуйте в эфире студия репортер я проведу я александр вейсман и сегодня у нас двое мужчин из них только один представитель перед зеркалом это ян левинзон актер и шоумен дурастиян и владислав царев со-продюсер данного спектакля и сценарист с автор да с автор конечно я вам уже сказал за кадром еще раз скажу это в кадр конечно же перед камерой ваше появление в одессе это для нас и праздник и действительно событие потому что мы все вас любим действительно мы все нас я рос на вас действительно вот джентльмен шоу но это вообще это любимая передача и и очень здорово что высоко оперировались и создали новое творение его его уже не впервые это здорово что не впервые что продолжаете представлять его в одессе это спектакль мужчина перед зек перед зеркалом и в этом один вы это действительно это моноспектакль вот каково все таки если мы вспоминаем спектакль и другие ваши представления например спектакль ураган по имени одесса где все таки там не было много актеров но там как минимум было двое вы и ваша коллега юлис карманск замечательный спектакль просто там и смех и слезы это конечно отдельно но сейчас мы говорим про другое где вы один вот каково быть одному на сцене во первых спасибо большое за теплые слова мне очень приятно что такие молодые люди как вы александр их говорите знаете правда что касается спектакля то конечно наверное одному тяжелее быть чем быть спектакле когда участвует много народу это понятно даже математически сложно меньше можно спрятаться помолчать там чуть ли не покурить а когда один такой возможности нет но во первых мне кажется когда ты имеешь такой текст который написали вот ребята влад царев и евгений каменский это очень помогает ты же я могу вам не знаю знаете вы или нет что вот когда например когда человек выходит читать монолог или моноспектакль перед ним вот ну передо мной все глучит весь текст то есть я не вижу там одну строчку я вижу просто все я знаю что вот здесь вот там даже если сейчас чуть-чуть она припала то на дом должно вылезти там через говорите про софтюр я просыпал про себя все про и никакого нет никогда не было я говорю просто просто про то что я вижу в голове своей вот это то что происходит это во первых два во вторых я уже как-то привык я все время один практически вот вы провели вы привели практически единственный пример когда вот я играл спектакль был еще кто-то а так все время в основном самостоятельно если можно конечно я просто два слова скажу может я постараюсь коротко дело в том что действительно моноспектакль это очень специфическая история и и очень немногие актеры в состоянии это делать и физически как я сказал потому что запомнить текст на который нужно правильно сказать это сложно это далеко не каждый может и кроме того не всякий актер в состоянии быть интересен зрителю там полтора часа у нас спектакль час 35 идет понимаете далеко не всякие это очень очень узенький слой актеров состоянии это делать и вот нам повезло что мы работаем с я нам это человек который в состоянии это делать плюс там еще в нашей в нашем спектакле там есть такая достаточно сложная для любого театрального актера задача понимаете там разговор идет от себя это не образ некий да нет ни в образе хотя там образ конечно это человека зовут ян левензон но это не ян левензон да да это просто прием такой да но здесь нужно вот искусство разговора рассказа на сцене мы это очень редкая история я хочу загадить александр что мы в очень хороших отношениях просто чтобы понимать да 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 то что вы сидите в метро метра друг от друга мы хотели реально обычно ближе а я вот я знаете мужчина перед зеркалом я вот хочу вспомнить сожалению мы не можем показать этот отрывок из кв на виду авторских прав но давайте вспомним 1986 год у вас был прекрасный монолог монолог о красоте квн где вы уже имели дело зеркало ну да вы же прекрасно понимаете этот монолог написал георгий андреевич голубенко великий просто детский писатель и драматур с моей точки зрения смаза замечательный да замечательный вот безусловно это так но и понятно что ребята обратились к этому монологу имею ввиду только название больше там ничего вам просто это некий парафраз это парафраз все таки есть какая-то чуть-чуть никакой но если бы я я считаю мы никогда на эту тему не говорили но я считаю что если даже не было этого монолога то это название быть точно так работал совершенно абсолютно отвечают тому что как бы я говорю и то что я делаю потому что это действительно мужчина который смотрит на себя мы решили на себя вот глянуть ну хорошо смотрите тот монолог он был своего рода таком как бы сатирой иронии на полноценные сюда сатира о чем вот этот спектакль как бы вы обозначили этого тему тасков не про сатир то здесь сатиры нет вообще и это очень радует потому что мне кажется что сегодня сатира немножко я немножко больше чем хотелось бы то есть уже человеку немножко обрыдло тут титул на языке знаете ваша извините пожалуйста ваших условах обрыва звучит как деликатесно сам нет но это правда потому что уже но невозможно и кроме того перебить то что вы видите или то что мы видим с заседание парламента невероятно сложно и я думаю даже такие замечательные авторы не нужно ставить эту задачу себя да это это спектакль о жизни о том что человек моего возраста и не только моего возраста видит в жизни глядя на себя то есть конечно там есть очень много и самоиронии что мне кажется очень правильно потому что серьезный человек не всегда очень подозрительно всегда кем бы он не работал вот пафос стойка спина это всегда зачем что то есть беда жди беды такого человека мне это кажется но мне все-таки думается что очень тяжело точно вам рассказать о чем этот спектакль и передать содержание мне кажется лучше надо прийти безусловно и я я к сожалению еще не был я буду я пытался найти в интернете некоторые отрывки и они были плохого качества и это хорошо лишь только потому что дорогие зрители хотите посмотреть идите в русский театр за 2 23 числа и посмотрите в живую и в хорошем что называется качестве как то что я же он будет живой перед вами я надеюсь я хочу еще добавить что для меня было удивительно и вот сколько мы сыграли этих спектаклей мы сыграли порядка двадцати уже в разных странах и в австралии в америке и в одессе конечно что самое важное для меня что присутствует очень много молодых людей вашего возраста и даже моложе и поначалу мне это очень как-то так мы не рассчитывали вот так скажем было было странно потому что это в общем переживания и впечатления от себя и вот жизни но мужчины которому ну так где-то около пятидесяти и старше и вот то что это зацепило людей молодых и что им это интересно для нас было действительно неожиданно мы честно на это не рассчитывали их так взяли прилично сидит они подходят на это интересно да я согласен во первых все что или вот и мне кажется самое главное там самое главное что это правда что почти все что там есть понятно это в литературном исполнении правда но это правда человек видит и человек хочет видеть правду в любой стране это я могу вам уже точно сказать любую в стране человек хочет правды хочет видеть правду не факт что он хочет его говорить сам скорее всего нет но видеть правду он хочет и это очень цепляет потому что мне кажется что сегодня театральные постановки и жизни испанского двора, как-то не очень. Как-то они идут, конечно, но без особого интереса. Вот или там французские короли. Да, есть, но в нашу бытность, когда мы были в вашем возрасте, это было очень распространено, очень много и фильмы, и как бы постановки всякие театральные. Сейчас этого гораздо меньше, это не случайно, потому что человеку уже хочется чего-то другого. И то, что вот ребята написали, мне кажется, это вот именно то, что человек хочет видеть. Да, это история про нас, про нашу жизнь, про нас. Я просто разговаривал с людьми, которые были на этом спектакле, рассказывают, что вот эти промежутки между тем, как они смеются, очень короткими. Вот вы как автор мне скажите, безусловно, тут огромная заслуга Яна Левензона, которая это все через газ провел выдает. Как так, вот в чем успех, как так написать, чтобы действительно заставить людей сменяться, потому что это плакать заставить. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Плакать тоже сложно заставить, ну, далеко не от всего люди плакать. То есть, есть известные простые способы заставить человека заплакать. Это, значит, печальная музыка. Падает... Лук! Падает снег, вот. И, значит, фотографии каких-то близких ушедших из жизни. Все заплачут. Это безусловно. Вот мы такими приемами стараемся не пользоваться. Нет, я вам хочу сказать, вот вместо Влада, потому что он, понятно, немножко... Слегка скромничает. Да, слегка скромничает. На самом деле, вот еще раз говорю, что правда, в первую очередь, правда. И там у них не было желания, когда они писали, я присутствовал при всем. Это не было таким образом осуществлялось, что они мне дали готовую там пьесу или там произведение, оно было готово. Нет. А я все знал, что они пишут, вот это годится, это в стадии разработки. То есть, это такая работа была очень для них тяжелая, а для меня очень любопытно, потому что я ждал все, чего как и будет. У них не было задачи писать шутки. Они не писали шутки. Это не было написано, вот сюда нужно две шутки. Они писали так, как оно есть. Они говорили, как оно есть. И оно получилось. Иногда, иногда люди смеются не от шуток, не от шуток, не от узнавания. То есть, абсолютно точное попадание в то, что они делают. Там нет каких-то шуток, вернее, они есть, конечно. Нет, там есть их довольно много, но основной юмор там, это юмор узнавания и совпадения. То есть, это на построенном парадоксе. Нет, нет, нет. Такое тоже есть. Мне кажется, там очень правильное соотношение. Там, понимаете, там часто, вот я это со сцены видит чаще, чем мы, мы только так иногда сбоку. Но часто, очень даже не часто, а везде, где мы играем, обязательно там женщина толкает мужчину и говорит, о, вот-вот-вот-вот. Слушай, это про тебя. Это ты. Вот, вот. Это, это вот, да. Ян, тогда у нас... Я хочу сказать одну вещь, что мне кажется, и я это говорю, и несколько раз уже говорил на телевидении, говорил, что это, знаете, это стендап для взрослых. Ага. Да. Вот это стендап для взрослых. Да. Это не говорит о том, что обязательно человеку должно быть 42 года и начинаю, или 32 года. Я имею в виду взрослый, который соображает. Потому что бывает стендап, когда человек просто выходит и рассказывает совершенно без тормозов, и это тоже нужно. Это тоже хорошо, да. Это тоже пользуется успехом. Это взрослых все-таки для тех, кто что-то... Накопил какой-то жизненный опыт, да? Ну, что-то думает в своей жизни. Я знаю таких ребят, которым и по 19 лет, они хорошо соображают. Но мне кажется, вот это вот, если говорить определение об этом спектакле, то это, мне кажется, ближе всего к тому, что есть. Скажите, пожалуйста, я вот люблю актеров спрашивать, есть ли у них какие-то традиции или обычаи перед тем, как они выходят на сцену. У многих там, не дай бог, упал сценарий, садятся на него. Что делаете вы? Вот есть у вас какой-нибудь ритуал, который вы совершаете перед тем, как выйти на сцену? У меня есть, Александр. Но даже при всем уважении к вам я вам даю. Здорово. Друзья, огромное вам спасибо, что посетили нашу студию. Я напомню, 22 и 23 ноября, вы еще можете успеть, кто-то еще не успел купить билеты, моноспектакль с участием Яна Левензона, «Мужчина перед зеркалом». Ян Левензон, огромное вам спасибо. Владислав Царев, огромное спасибо, что посетили нашу студию. Приезжайте еще, мы вас любим. Обязательно. А в студии «Лимфортеры» провел я, Александр Вейцман. Всего доброго. До свидания.